МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Мы встречаемся с вами в день особенный. Можно сказать, это ваш профессиональный праздник. 27 сентября, Всемирный день туризма. С праздником вас. Спасибо, я всех поздравляю. Я себя тоже с праздником, потому что туристы, на мой взгляд, вообще, что это, человек туриста? Это такой своеобразный образ жизни. Это человек, который априори не лежит на диване. Это не обломов, скажем так, если приводить литературный пример. Это человек, познающий и ищущий приключения. У нас обломовские персонажи тоже интересуют. На них есть свой сегмент туризма. Поэтому у нас, наверное, это всеобщий праздник, потому что туристом может быть любой наш гражданин. И чем больше он становится, тем лучше. Но в сфере бизнеса это тоже очень широкий спектр предпринимателей, которые вообще с удовольствием празднуют этот праздник как свой. Ну, можно сказать, что праздник-то народный. Да, да, да. А вот можно заниматься туризмом? Вот интересно, вот как вот, если мы уже упомянули литературного персонажа, лежа на диване и глядя в телевизор. Ведь путешествия, смотреть, как путешествуют другие, путешествовать по миру, таким образом тоже многие любят? Вы знаете, сейчас очень большое количество видеоконтента такого, которое именно побуждает. Вот посмотришь, и хочется встать с этого дивана и понестись куда-нибудь. Понимаете, такие ролики просто идут вообще вдохновляюще. Что я думаю, что это мы излечим обломовь. Ну, кстати, вот мы упомянули излечим, да, сказали. Ведь это же тоже нужно быть относительно здоровым человеком. Это будет как-то, может, сподвигнуть человека, довести здоровый образ жизни и что-то переломить себе, заниматься утренней зарядкой, возможно. С чего начинать? Вообще туризм, главная задача поставить, что мы хотим достигнуть, какого результата. Хотим мы достигнуть, чтобы люди занимались оздоравливающими процедурами, начинаем вовлекать в спортивно-оздоровительный туризм. Хотим мы чего-то другого. Любой вид туризма, на любой вкус, это всё возможно. Самое главное, чтобы были те предприниматели, которые увидят эту аудиторию и смогут с ней работать так, что у всех будет дух захватывать. Вот смотрите, для меня туризм, вот насколько уже больше, почти 20 лет, для меня это взять рюкзак, непосильную ношу, изматывающие походы, желательно заполярье. Это тайга, тундра. Это для меня, вот это есть туризм. Но есть, существует другой туризм, это купить билет и куда-нибудь в жаркие страны. Пандемия научила нас, к сожалению, а может быть и к счастью, новому образу жизни. Мы учимся по-другому работать в чём-то, мы учимся по-другому и отдыхать. Пусть это не сразу же купить билет и улететь в жаркие страны, можно остаться здесь. Пусть это не жаркая страна, но это не менее интересная, не менее познавательная. Главное, с пользой для себя, для своего ума и для тела. На самом деле у нас очень большая беда, что мы больше знаем о зарубежных странах, чем о своей собственной стране. И те люди, которые, вот пандемии которых сподвигло путешествовать по России, на самом деле все в восторге. И я думаю, что в скором времени посещение некоторых достаточно труднодоступных и далёких мест России станет не менее престижным, чем Пальма-де-Майорка или ещё какие-то там Мальдивы и другие курорты. Потому что отдых этот не дешёвый, и он эксклюзивный, он именно индивидуальный. Поэтому здесь работа ведётся совершенно по другим критериям. И она безумно интересная работа, и посещение таких мест. Я не видела ни одного равнодушного человека после, допустим, Дальнего Востока, Камчатки, гор наших Кавказных, Кавказа и моря, и Северное Сияние. Да что угодно у нас отдых вообще на любой вкус, в общем-то. И на любой кошелёк сейчас тоже это всё выравнивается. Как я понимаю, я слушаю вас, я сразу вспоминаю те места, где мы бывали, но мы ходим принципиально, где людей нет. И вопрос встаёт лично для меня после каждого такого, после моего похода, встаёт один. Хорошо, что там ещё нет людей, где мы есть. Потому что некоторые, ведь это же ещё нужно воспитывать человека. Как вести себя в природе, как не убить эту природу. Это очень большая проблема, которую вы затронули. Потому что именно режим, допустим, особо охраняемых природных территорий, он и призван для того, чтобы ограничить, чтобы не навредить природе. Потому что это тема устойчивого туризма, когда достигается оптимальное количество туристов, которые позволяют окупать содержание этих территорий, восстанавливать. ЭКО, вот этот комплекс не навредить. И это, в общем-то, к этому мы всё равно идём. Конечно, то, что уже у нас сделано, там, на Селигере мы видим огромное количество туристов, ну, вообще по берегам наших рек, да, и горы мусора, которые оставляются. Со временем, я думаю, что это всё... Здесь некоторые есть при полном законодательстве, чтобы оформить официально вот эти вот места стоянок. Там есть некоторые противоречия. Поэтому это сложный такой процесс, который сейчас вот именно в процессе, в бюрократическом. Но уже первый опыт в Тверской области у нас появляется. Сейчас мы отработаем бизнес-модель вот такую и начнём уже в тираж это всё вводить. Это не так просто. И не соберёшь курортный сбор. Это всё вот из области фантастики. Придумать можно всё, что угодно, а сделать, и чтобы это было реализовано, и чтобы это было с минимальными там затратами бюджетными и отпугиванием вообще туриста вообще с территории. То есть это здесь очень тонкая грань, поэтому всё надо... Внутренний туризм, он сейчас развивается таким образом, то, что у нас с 90-х годов был регламентирован выездной туризм. Ну, пролоббировали зарубежные страны. Лучше поддача от родного. Выстроился целый как бы пул туроператоров, которые очень хорошо зарабатывали и зарабатывают. Сейчас уже меньше, конечно, на этом деньги, поэтому очень большие проблемы у наших турфирм сейчас, потому что выездной турпоток уменьшился в разы. А внутренний туризм у нас ещё... Мы его должны прописывать сами. Законы, порядки различные. И это сейчас вот в процессе, потому что сейчас мы увидели этого нашего туриста, мы почувствовали вот эти все проблемы, их вот постепенно надо вводить в законодательство. Это не так быстро, не так просто. Вот. Но всё в процессе. Я думаю, что уже мы много чего достигли. Ну, то есть мы сейчас с вами находимся на таких... У истоков зарождения, можно сказать. Я думаю, да. Если мы через год... Ведь это же можно отсчитывать такие шаги годами, наверное. Год, и что-то уже изменится и в лучшую сторону. Потом ещё, ещё. Кстати, коль уж мы заговорили о нашем внутреннем российском туризме, то здесь Верхневожье между двух столиц, как Балагое-Балагое-Балагое, да, это где-то между Ленинградом и Москвой здесь, то тоже мы здесь и Золотое кольцо, да. И есть что посмотреть. Вот для меня, как для экстремального, любителя экстремального туризма, наверняка тоже интересно. Всё интересно. Всё интересно. Давайте о Тверской губернии поговорим после небольшой рекламной паузы. Уважаемые друзья, не переключайтесь. 300-190, телефон прямого эфира. Ещё раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. 300-190, телефон. Звоните, задавайте вопросы. Сегодня у меня Ирина Чекунова. В гостях Ирина Шереметкер, депутат Законодательного собрания Тверской области, президент Ассоциации туризма Тверской области. Ирина Викторовна говорили о том, как замечательно отдыхать у нас в России. А теперь перейдём к вопросу, как здорово отдыхать у нас на земле Верхневурска. Тем более, что в условии пандемии, да, не все, ну, нет возможности выехать за рубеж. И что-то нужно выбирать у себя здесь. Где что посмотреть, где что поесть, где искупаться, да, как отдохнуть. У многих уже, я знаю, что столичные жители, жители Петербурга, очень любят выезжать к нам на Селигер, да, побывать на турбазах. Да и тут недалеко, турбазы Верхневожья, Сокол, Чай. Конечно, за усадьбу Толстых, Палас, отель Селигер. Да. Достойный отдых, хорошее питание, есть чем заняться, да. Что мы ещё можем сказать про, допустим, давайте начнём, может быть, с туристических баз. Потому что вот по статистике в прошлом году, по-моему, многие-многие россияне отдавали предпочтение именно отдыху внутри России и тут на помощь турбазы, так называемой, да, где можно и отдохнуть, и в то же время активный отдых. Безусловно, это не только в прошлом году, но и в этом году. Тенденция, она растёт, средств размещения на самом деле перестаёт хватать. Вот, потому что сейчас идёт и классификация, то есть определённое структурирование. Вот баз их услуг, чтобы продажи основные идут через интернет, и чтобы был какой-то уровень, рейтинг, чтобы турист понял, на какой уровень услуг он претендует и на какой уровень услуг он едет. Поэтому сейчас вот это всё опять же в процессе, объекты перестраиваются, но, безусловно, работы у них очень много, и сейчас уже мы наблюдаем, что у нас начинается сглаживание вот этой сезонности, у нас начинается турпоток выходного дня, уже становится регулярным. Сейчас посмотрим, как это межсезонье отработаем, поэтому здесь как бы надо обратить на это внимание. Давайте мы вот несколько задержимся на этом, потому что у меня как раз вопрос. Может быть, многие считают, что туристический сезон – это лето красное, и всё. Ну, раньше так было, да. Началась осень, и можем об этом забыть на несколько месяцев. Теперь, вы сказали, это круглый год. И выходной день – это и осенний выходной день, и зимний. И весенний. И весенний, и летний, да? Ну, летний, само собой. То есть здесь может человек выбирать, куда, что ему интересно. И самое главное, чем, наверное, наша Тверская губерния, это не куда мы часто, это Восточная Саяна, туда пять дней, что называется, пять дней лесом, а там пешком ещё десять дней. Здесь рядом? Здесь рядом. Здесь, во-первых, хороший, сейчас растёт рынок различных аттракций и объектов показа и притяжения туристского. Мы наблюдаем рост количества музеев частных. Это помогает программе Минтуризма, которая сейчас у нас уже успешно проводится несколько лет. И бизнес, в общем-то, очень активно встраивается в эту систему. Конечно, мы видим, насколько сократилось у нас время приезда москвича к нам на объект. Сапсаны. Сапсаны, ласточки. И другие птички. Другие птички. У нас уже ласточка доржева идёт. У нас уже сейчас будет ретро-поезд Балагоя-Осташков. Уже два поезда мы запустили. Субботу и воскресенье. Более того, его собираются оставлять только на летний сезон. Сейчас принято решение, что он будет круглогодичным. Это потому, что там есть что посмотреть? Это потому, что там есть вообще и средства размещения, инфраструктура, дороги. Всё выстраивается постепенно. Под туризм. Именно под объект. Да, да, да. Если раньше мы на Селигер сложно было попасть, потому что дороги в ямах. Да, дороги это желаю лучшего, конечно. Никакого ЖД-транспорта вообще в помине не было. Автобусное сообщение было очень критичным, скажем так. Сейчас транспорт в Версневолжье постоянно курсирует. И внутри мы сейчас будем. Осташковского и Пеновского района тоже перевозки такие, чтобы такие индивидуальные туристы, которые своим ходом едут, чтобы они могли перемещаться независимо обычным транспортом. Ну, конечно, Селигер это гремит. Вот где бы я ни была, вот сама по России, даже вот в тундре. Я встречаю лениводов, которые знают, что у нас есть Селигер. У вас же такая жемчужина. Это бренд. Это известный общероссийский бренд. Много лет он был известен. И сейчас нам надо это направление поднимать. Мы начали уже это делать с селигерского рыбника. Сейчас мы через вкусы России уже селигерскую воду популяризируем, селигерский лимонад. То есть на продукты переходим. Селигерская рыба, надеюсь, появится в скором будущем, потому что это должен быть промысел, это должна быть как бы стабильная поставка. Государство нас к этому сподвигает и помогает с помощью проекта «Вкусы России», который направлен прежде всего на продвижение наших брендов, на реализацию продукции, которая у нас имеется. А мы в Верхнем Волжье себя позиционируем очень просто. Мы взяли, допустим, продукты и сыры в Верхнем Волжье сделали, и молоко в Верхнем Волжье. В общем, все продукты объединили, всех производителей под такими локациями. И самым главным нашим конкурентным преимуществом мы выставляем, что Верхнем Волжье — это территория истока. А если есть исток, значит, вода в нем чистая. Чистая. Это верный ход. А вы понимаете, что когда я внутри Тверской области начала эту тему пропагандировать, первое, что я встретила, — это противодействие наших экологов, которые, в общем-то, возмутились. Мы, говорится, только проблем поднимаем. Проблемы, они есть, но в масштабах региона. А проблемы в масштабах России у нас минимальны. Потому что у нас площадь нашей территории, мы самые большие в ЦФО, 84 тысячи квадратных метров, а плотность населения у нас миллион двести всего. И у нас очень большая масса населения ездит работать в Москву, а сюда приезжают отдыхать на выходные наши же тверские жители. То есть мы изначально можем говорить, что у нас экологическая составляющая в разы лучше, чем наших соседей. Это действительно огромный плюс. Да. И когда я выступаю на федеральных площадках, сразу такие возгласы в Казани, какая Волга грязная, я думаю, ну, чтобы победить Казань, конечно. То есть хотя бы вот в таких вот вещах мы, в общем-то, имеем заслуженные преимущества. Мне сейчас раз вспомнил Сурайкин, помните его? Но рыба в Каме была. Так вот, рыба в Волге есть. Коль вы заговорили о... Стали перечислять продукты, да? Да. Вы же сами предпочитаете гастротуризм, я знаю. Поэтому это все, вот знаете, вытекает вопрос в чем? Что у нас турпоток формируется, причем достаточно стабильный, уже круглогодичный. Транспортная доступность есть. По нацпроекту практически там большое количество дорог уже сделано. На следующий год будет сделано. Сейчас идет упор на муниципальные дороги третьего класса, и они тоже будут делаться. То есть, и губернатор наш стремится, с пониманием относится, и вот эти логистические хабы, как в Завидово, там, Ржев, куда сейчас просто огромный поток туристов, и будет трасса М9 до Ржевы, четырехполосная. То есть, это... Ну, мы должны быть готовы. Вопрос в том, что наш бизнес пока что как бы смотрит на это с недоверием, как у нас всегда привыкли. Как в какую сторону развернется, да? Да, у нас привыкли в то, как бы, что в чем подвох? Что-то больно хорошо. Да, да. А вдруг сейчас кого-нибудь, нас всех местных выкинут, придет какой-нибудь там московский или еще какой-нибудь заграничный, и мы тут все сдохнем. На самом деле, основная часть инвесторов, конечно, крупных, это на самом деле такие серьезные люди. Они приходят как в завидово, и наши, конечно, с ними конкурировать. По России-то никто с ними не может конкурировать, что тут говорить. Надо пользоваться тем, что вокруг этого крупного бизнеса надо создавать очень большое количество мелких услуг, и этим не будут заниматься никто другой, кроме наших местных предпринимателей. Вопрос в том, чем заниматься и как заниматься, вот это вот уже задача местного бизнеса вовремя встроиться в процесс. Ну, направления-то вы даете какие-то, да? Вот подсказочки есть, да? Подсказочки. В том-то и дело, что их надо слышать, слушать, потому что подсказочки, прежде всего, это гастрономический всесезонный туризм, бренды, которые мы сейчас продвигаем уже, можно на основе этого, и мы уже с ресторанами, с нашими работами, мы уже вводим наше меню, и Минтуризм уже, и все остальные там средства массовой информации, сайты, они все встраиваются в эту систему, и начинается популяризация. Не реклама, а популяризация. Это две разные коммерческие составляющие. Да, но рекламировать можно все, что угодно, в том числе и некачественные продукты. Да, и, как правило, сейчас к оплачиваемой рекламе больше недоверия, чем вот такой, который основывается на откликах, которые, ну, просто от души на энтузиазме делаются ролики, и, в общем-то, турист больше такую объективную рекламу смотрит, чем, потому что у нас, как бы, все эти маркетинговые рекламные вещи, я не это самое, ни в коем случае здесь на площадке СМИ выступаю, у нас американский подход и иностранный подход к этим наукам, у нас своего пока не разработан, мы заимствуем опыт других, а у них менталитет другой. У нас, да, русский человек особенный, он не такой, как американец. Да, поэтому вот эти иногда ухищрения, которые срабатывают в зарубежных странах, у нас остаются вообще невидимыми, невостребованными и просто неработающими. У нас, на самом деле, человек спросит, в чем-то подвох. Если рекламируют, значит, ничего хорошего в этом нет, он идет обратно, идет отражение, потом уже как-то пересыщенность пошла. Да, да, поэтому тут очень важно грань соблюдать, а когда это затрагивает еще что-то, самость меня как жителя, то люди, конечно, все равно, даже продавать начинают по-другому. Официант свою пожарскую котлету, когда он знает, что у нас старшка, вот попробуй не съешь, называется, понимаете, уже такой прям встречаешь, как они подают, это с такой любовью, это сервис не за деньги начинается, понимаете. Вот тут мне почему-то на ум пришел тот самый литературный персонаж, о котором мы говорили в начале программы, вот где Абломов пригодился, который, может быть, он как эксперт, он любит кушать, он знает цену, он знает отличия и может сказать толковую вещь, и это будет реально настоящий эксперт, да, вот таких людей привлекать здесь все подойдут? Да все, на самом деле, лишь бы они привлеклись и не остались там на диване и с кухонными разговорами, потому что их мнения иногда очень интересные, на самом деле. Вот, на самом деле, чтобы это не замыкалось и выходило, да, какие-то предложения. Кстати, как подключаются сюда студенты вузов? Потому что нужны же руки, да, нужна молодежь? Это большая проблема, на самом деле, потому что у нас конкуренты Москва-Питер, нашу молодежь лучшую, и вообще они изначально как бы нацелены, чтобы ехать зарабатывать Москвой в Питер, но сейчас идет тенденция, что Москва, во всяком случае, ну даже и Питер, это на моем округе, на территории, возвращается к нам. И причем это началось во время пандемии, все, что им нужно, это интернет, который они быстро очень обустраивают, и на удаленку привозят и свои семьи. Причем дети идут в наши школы, знаете, что я слышу? Что в наших сельских школах индивидуальное образование. На одного ребенка 9 учителей. И в Москве вот люди в Баумовском колледже при ФТИ, да, они говорят, у нас такого образования нет за деньги вообще, потому что там идет индивидуальный подход к каждому ребенку. Родители там все друг друга знают. Каждый несет как будто бы ответственность за ребенка. И не относятся спустя рукава вообще к его знаниям, а тут же там маму, папу, бабушку, дедушку, все, кто там живет, все занимаются ребенком, понимаете, дети не брошены никогда. И уровень поступления в вузы у них очень высокий. То есть я уже разговариваю с учителями, мне интересна вот эта тенденция, как бы неожиданная, да. Вот, поэтому я так вот смотрю. Конечно, есть разный там уровень, разный уровень социальных услуг, там с медициной, некоторые проблемы, которые сейчас и со скорыми выравниваются. То есть постепенно мы все-таки придем к тому, что у нас будет очень удобно жить. И возвращаются сюда, я думаю, что транспортная доступность в Завидово скоро будет, ну, без разницы, что Москва, что Завидово. Сюда придут москвичи работать или вернутся наши уже с опытом определенной работы уровня. И начнется конкуренция. Когда есть конкуренция, сразу, как бы, и выравнивание будет нормальное по зарплатам и, конечно, по услугам. Сейчас мы наблюдаем просто из-за нехватки персонала, категорической нехватки персонала. Качество, вот, услуг очень низкое, потому что, как бы, предприятие платит зарплату, а качество обслуживания не обеспечивается персоналом. Вот так вот открываются новые заведения, там на 3 копейки повыше зарплаты, и они тут же уходят. И человек движет. Уходит, и вот так по спирали это все выходит уже, в принципе, на критичный уровень. То, что в некоторых предприятиях там персонал получает больше зарплаты, чем собственники. Надо же. Да, такое и есть. Я много общаюсь с нашими предпринимателями в сфере ресторанового бизнеса, гостиничного. Вот, это большая проблема. Вот. Но я думаю, что это недолго сейчас будет, потому что внутренний туризм растет, сезонность уменьшается, потому что это в основном отток кадров идет на время сезонности, потому что, ну, нет работы, потому что нет туристов, и собственник платит минимальную зарплату, чтобы только содержать это все. Ну, а специалисты хорошего уровня, они же не останутся на минималке. То есть они на это время пойдут переоформиться, и не факт, что они приедут на высокий сезон обратно. Когда, дай бог, чтобы поскорее эти вопросы разрешились, да? Потому что без этого о каком развитии мы можем говорить? Да, сейчас уровень профподготовки у нас, то, что профобразование передали уже в ведомства профильных министерств, это очень большой прорыв, и на самом деле не все регионы этим занимаются, и сейчас у нас больше практика ориентированности. Это невозможно как бы решить за пять минут тоже, чтобы всю эту систему образовательную перестроить, но сейчас вот я работаю, выпускные экзамены принимаю, но, честно говоря, радует вообще. Ребятки такие выходят, просто смотришь, они уже, этот уже трудоустроен, этот, то есть они все уже практику имеют, уже знают, куда пойдут работать после окончания. Вопрос с пандемией. Мы говорили, что пандемия в чем-то подпохлестнула развитие внутреннего туризма, да? Конечно. А недостаток какой, то, что вы столкнулись и как вы это пережили? Ну, конечно, ограничения. И то надо отметить, что руководство нашего региона очень лояльно подошло к этим ограничениям, наверное, в силу того, что бизнес, в общем-то, поддержал, что ограничения необходимы, и мы старались не воевать, а соблюдать все меры. Мы проводили обучение, мы проводили ВКС, мы проводили много-много мероприятий, чтобы максимально ответить на вопросы предпринимателей. Это работали и Минтуризм, и другие ведомства, так или иначе, относящиеся к какому-то виду услуг. То есть вот здесь вот работа такая консолидированная шла, и поэтому противодействие такого, что мы не будем там вакцинироваться, мы не будем делать то, мы не будем, мы вакцинацию вообще провели организованно. Меня попросили, говорят, можно ли сделать выездную вакцинацию. И так как связи уже все отлажены, мы сделали это на одном из объектов, привозили врачей и туда приходили, потому что коллективы на объектах питания большие, там 60-70 человек, и это осложняет очень процесс, когда нужно к определенному сроку провести вакцинацию, а люди работают, и, в общем, им бегать по больницам, честно говоря, не очень удобно. Многие спросят, вот вы как почитательница гастротуризма, да? Кстати, много у вас подвижников таких, те, кто идут за вами такой армией, вкусно покушать? На самом деле, 10 лет назад, когда только у нас заходили суши и пицца, когда я провозгласила, говорю, а чем вы будете туристов кормить, на меня посмотрели все как на сумасшедшие, потому что туристов не было. Их физически никто не мог пощупать, а кого кормить. Когда зарубежные все эти направления заходят с готовыми технологиями, посудой, со всем-совсем ассортиментом, что предпринимателю остается только купить, съездить в посольство Японии на мастер-класс. Посольство Японии организовывало мастер-классы по работе со своими продуктами. Ничего себе. Понимаете? И уже внедрить это у себя. После этого появились продуктовые полки в магазинах. Понимаете, политика какая? То есть еду надо сначала, продукт, чтобы купить в магазине, его надо сначала попробовать. Где попробовать? В ресторане. И у нас пока этот метод еще не связан с производителями, но мы сейчас идем к этой связке, потому что это тоже непростой процесс. Ведь надо же продукт еще выбрать, чтобы он был достойный, да? Он достойный и постоянного качества. Очень большие требования к продукту у ресторатора. И рынок этот сейчас заполнил процентов на 2-5 максимум. Вот именно ресторанной хорики. И наши предприниматели вынуждены обращаться к поставщикам импортных продуктов, потому что там уже определенные регламенты отработаны. Но он развивается, и нельзя это не отметить. Основные бренды, вот ваши, вот вас, чтобы вы назвали в качестве гордости Тверского региона? Я считаю, что сыры Верхневолжья. Ну, во-первых, мы опять говорим, что у нас вода чистая, и луга наши заливные, на которых наши коровы пасутся, отличаются от более поволжских лугов и Нижней Волги. Это так, к слову. И плюс сыроварение у нас, это наша, на самом деле, преференция, потому что первая сыроварня России, она была в Завидовском, в Конаковском районе у нас организована, в Верещагином. И, в общем-то, это никто не отрицает. И сейчас и в Конаковском районе, ну, сыроварение у нас становится популярным, но у нас традиции, вот, которые мы сейчас поднимаем. Мы находим исторические рецептуры. Пока что мы делаем, как бы, по общим рецептурам, потому что технологии, это процесс сложный. Его за пять минут не сделать. Это производство, это хранение, это продажи. Но уже мы популяризацией занимаемся. Вот в Конаковском районе уже будет музей сыра. Уже даже музей сыра. Да. В Пеновском районе у нас будет музей и дегустационный зал с водой селигерской. Тоже пеновские источники взяли субсидию. Там уже можно курорт тогда делать, да? Почему же у минеральной воды люди пьют, отдыхают? Все можно делать. И все это уже мы с селигерским морсом уже выходим на проект «Вкусы России». Мы с селигерской водой, даже селигерский лимонад популяризируем. Меня спрашивают, когда мы документы на бренды оформляем, а чем Верхневолжье отличается от селигера? Ну, у людей там, в Москве, у них же нет этого понятия. Я говорю, как чем? Селигер – это курорт местного значения. Там изначально законом запрещено использование химикатов в производстве. То есть это уже говорит о том, что там вокруг чистая экология. Понимаете? Не вот эта вот экологическая чистая эмблема, которая непонятно откуда взята, понимаете? Слушайте, ради этого вообще стоит месяц жизни свой отпуск провести именно на чистом воздухе, зная, что такое есть. А ведь не многие знают об этом. Никто не знает. Именно поэтому вот «Вкус России» сейчас, мы «Вкус Верхневолжьей» сейчас проект сделали на Ассоциацию туризма. Это коллективная собственность, и там участвовать могут и все желающие, это общественная организация, там по общепринятым условиям туда можно войти и заниматься там. Ну, конечно, мы приветствуем только тех, кто работает на нашей земле. То есть мы другие бренды и другие регионы принимать не будем. Ну, а зачем нам? Пусть они на своей земле развивают. Да, и мы для этого вот это вот все и делаем, чтобы наше местное продвигать, чтобы наше местное могло отличаться визуально от того, что покупают туристы. И я думаю, что это не только продукты питания, вообще брендов их великое количество. Я сейчас занимаюсь селигерскими рюхами. Это что такое? Ну, это игра народная. Вообще 150 лет этой игре, она как бы входит в систему городошного спорта. Но 150 лет на селигерии играют в эту игру по своим правилам. Ничего себе. И думали, что она умерла, а мужики там на набережной постоянно, каждый выходной собираются и играют в нее. У них есть команды Америка, Кустка, там еще другие названия. Я говорю, почему Америка 150 лет? У вас 150 лет назад была Америка? Да, говорит, у нас там есть район, говорит, в Асташкове, который в простонародье называется Америка. Представляете? И история уже целой династии там выстроены, люди, в общем. Ну, для сравнения, боулинг и бейсбол – это тоже игры в Америке. На каком они уровне и как эта субкультура со всеми коммерческими обвязками. Это целый бизнес. Это сразу, Ирина, вспоминается. Помните, как в детстве играли? Уже дети сегодняшнего поколения не знают такие игры, как, помните, штандерстопа, белка в полисе, казаки-разбойники. Как мы играли, это было повсеместно, да? И через эту скакалочку, да, всевозможные правила. Ведь это же все играли в это. Да, и сейчас мы замечаем то, что наши дети не играют, они засели за компьютеры, а это неправильно. Но мы с помощью всяких этих наших тиктоков, которых родители там не сильно любят, но мы тоже будем там делать продвижение, вовлекать местных детей туда. А иначе никак. Чтобы они отвлекались, чтобы они знакомились со своей историей вообще, и тем самым они загораются сами в процессе и начинают уже играть. Это здорово, да? В моих планах вообще вести это в школьные программы, соревнования. Там сейчас играют одни мужчины в основном. А это что муж свои играли? Да, но там тяжелые эти скалбы, они как биты такие, тяжелые. Но как американцы пошли? Они группы поддержки из девчонок сделали. Мы тоже свою лепту в этом несем, привлечем и девчонок туда, и я думаю, что это будет очень интересно. Интересно, интересно. У нас и губернаторы, и депутаты Госдумы наши поиграли в вещи. А правда? Да, ну я в том числе. Ну тяжеловато, на самом деле подготовка нужна. Но наша команда рюшистов Осташковская ездит по всей России, занимает призовые места. Вот сейчас по программе благоустройства. Там на набережной делается четыре площадки для рюхов, чтобы делать международные соревнования. Слушайте, это даже не нью-сики, да? Это все реально. Это мы сами свое все сделаем. У меня уже есть договоренность с производителями местными, чтобы спортинвентарь делали, причем не только для взрослых, но и для подростков, для детей. Пока не знаю. Настольные игры мне сделали. Наш университет разработал мне настольную игру очень интересную. И мы будем скалбу использовать как упаковку для сувениров. То есть там очень большой спектр. Здорово. Но, кстати, вы говорили о том, что ресторанный бизнес используется для продвижения нашей продукции. Но ведь многие туристы, которые приезжают, я вижу, что все больше и больше туристических групп в столице Верхнего уже есть, что посмотреть. И спрашивают, а где фирменные магазины? Вот развитие этого фирменного магазина, где можно купить конкретный сыр. Конкретный, вот есть, я знаю, что уже и мармелад наш, фирменный магазин. А вот остальной продукт. Этим сейчас и занимаемся. Во-первых, очень сложно сформировать вот этот пул продуктов, потому что наши предприниматели, наши предприятия, во-первых, их не очень много, и весь ассортимент они не могут как бы покрыть. Поэтому сейчас мы работаем очень усиленно с нашими большими предприятиями, которые могут потянуть вот определенный объем, что турист приехал и купил в любом случае там вот нужный продукт. Это же тоже постоянные поставки, продавцы, это не так все просто. Тем более у нас есть конкуренция от федеральных сетей, где наши граждане в основном покупают себе продукты домой. То есть это только турпоток туристический на начальном этапе. Да, да, да. Но благодаря нашей работе у нас уже хотя бы начали обмениваться наши предприятия продукции, чего раньше не было. Уже мармелад в нашей... Ну, у нас у многих производств есть свои магазины фирменные, и там уже идет как бы наполнение всем нашим. Следующим этапом мы должны все это как бы систематизировать, подать информацию туристу, в том числе и наши рестораны. Очень многие вводят уже блюда местных специалитетов из наших местных продуктов. Вопрос, что они это ввели и думают, что все, сейчас к ним приедут туристы. Никто не знает об этом. И надо понимать, что наши местные жители сильно-то не будут есть наши местные, потому что все это есть дома. И здесь надо тоже правильное позиционирование, тоже правильная информационная политика. Это большая работа. Это государственный маркетинг, кто должен включаться, чем мы сейчас и занимаемся. Слушайте, сколько много задач стоит. Огромная работа. Очень большая. Ирина, кто посещает в основном, что показывает статистика? Откуда едут к нам в Тверскую губернию люди? Ну, сейчас мы зарубежный поток чуть-чуть уберем, потому что, в общем-то, проект «Государева дорога», он был предназначен именно для того, чтобы прилетали в Москву, улетали из Питера, проехав по нашим территориям. Но, тем не менее, мы к этому готовимся. Безусловно, Москва-Питер — это основной наш турпоток, слава богу. Города многочисленные в транспортной доступности, минимальной. То есть, когда я приезжаю на какие-то форумы или мероприятия федерального значения, начинает выступать какой-то регион и говорит, что у нас все так близко, у нас так все хорошо, тысячи километров от России, от Москвы. Я говорю, ну, замечательно, уже становится как бы весело. Потому что у нас не меньше аттракций, у нас не меньше потенциала, и ехать, ну, вообще, это можно вечером позвонить, утром поехать. Но это и тоже проблема для средств размещения тех же самых, потому что вот эта глубина бронирования, чем больше, тем она лучше, потому что бизнес уже работает в какой-то системе, в плановости. А когда спонтанные такие идут покупки, то они так со временем систематизируются, это определенные риски. Но, тем не менее, все равно это все движется, все это очень интересно. И вот туризм, он чем хорош, и чем он интересен, и чем он необычен? Это не просто ресторан, это не просто гостиница, это не просто музей, это кооперация всех этих предпринимателей. Да, одно без другого. А у нас все привыкли, что все друг у друга воруют идеи. Ну так уж это. И в такой синергии работать у нас только учится бизнес. И то тут Москва встревает, и, в общем-то, достаточно непросто такие стабильные взаимоотношения выстроить, но со временем они получаются. И у нас Калязин, почему так семимильными шагами развивается, там куча музеев, появляется там круглогодичный турпоток, уже музей выстраивается вокруг него, и колокольню там мы почему делаем, потому что надо, чтобы это еще больше увеличился, турпоток, и там, соответственно, уже ни один, ни два инвестора на крупные объекты размещения. То есть эта территория как бы становится приоритетной, с хорошей логистикой, с золотым кольцом и всем остальным. То есть вот мы, я считаю, что тут мы, если раньше мне говорили, где эти туристы, сейчас уже не приходится говорить, сейчас уже говорят, надоели ваши туристы, уже отдыха от них нет. В прошлом году, когда зимние каникулы закончились, мы ждали, говорит, 11 числа, чтобы хоть поток стыклынул, потому что люди работали в нон-стопе, понимаете. И ковидные ситуации, еще дополнительные проблемы, как бы, в общем, такой напряженный период был. Ну и сейчас летом тоже ничего этого никуда не делось, то есть все это продолжается, но тем не менее мы научились работать в ковидных условиях. Это очень важно. И главное, что пожелание-то какое здесь-то? Пускай будет много туристов. Пускай будет много. Да, мы будем стонать, но мы будем... Да, это надо вытерпеть, да? Пока учимся. Пока учимся. На Селегере в этом году, говорит, ну все, вот буквально надо было бронировать максимум там вторник-среду, потому что к выходным уже ничего не найдешь. Я пробовала, и достаточно сложно прилюбить. Ну это хороший показатель, да? Это значит, это людей интересует, конечно. Вопрос в том, что турист, он приехал, ему нечего купить, кроме сувенерки. Надо же еще дальше двигаться. Да, да, да. Надо одежду для рюшистов продавать, надо спортинвентарь продавать, надо стопочки продавать в виде рюхов, надо стаканчики, пусть они будут деревянными, но они будут. И вот сейчас вот этим будем заниматься уже с местным бизнесом, потому что идеология и бренд должен нести только местный бизнес. Это их как бы преференция, и та система, которую я сейчас отрабатываю, в принципе, мне дает возможность регламентировать эти процессы. Я думаю, что в скором времени мы, может быть, закончик какой-нибудь получим, но это сложный вопрос, потому что это... Ой, будем держать кулаки, называется. Это на самом деле просто это новое все, и достаточно... Ну, проект «Вкусы России» в этом тоже помогает, потому что это на федеральном уровне тоже есть уже бумаги и документы, и проект развивается. Если уже второй раз он идет, в первый раз у меня было очень много замечаний, я понимала, что там это... Вот то, что мы подаем информацию нам 10 раз и возвращают, это огромная работа. Сейчас уже идет изменение в положении. Ну, все равно огрехи есть, но мы уже движемся в этом направлении. Самое главное вы делаете? Работа идет? Да, предприятие это видит. Сейчас еще появляется работа на экспорт, тоже с брендами. «Вкус» Верхневолжи уже принят российским экспортным центром как зонтичный бренд Верхневолжи, и поэтому это уже тоже еще большие перспективы, то есть много работы. Ирина, программа к концу подходит. Вот разговаривать можно бесконечно, потому что это интересно. Интересно. Потому что действительно интересно, и чувствуется у вас такая задор, потому что вы этим болеете. Скажите нашим радиослушателям и телезрителям, почему именно «да» нужно говорить внутреннему туризму, верхневолжскому туристу? Почему? Ну, не надо, ну, нежелательно куда-нибудь за границу или в другой регион. Почему здесь? Потому что я много путешествую по Тверской области, я не перестаю удивляться, я не перестаю открывать для себя что-то новое. И это бесконечная история. И не надо там стремиться куда-то. Конечно, нужно стремиться всегда, но давайте обратим внимание на наше Верхневолжье. У нас такая благословенная земля, богатая духовно. У нас же исток Волги. Сто лет там крестный ход этот проходит. Даже в советские времена там тайком батюшки освещали. А это борьба с пандемией. Это, ну, там много очень считается по религии тоже всего. И мы здесь вот, мы это все саккумулировали у себя. Это огромное достояние наше, которое мы не ценим почему-то, потому что это все рядом. А когда приезжает кто-то с другого места, там, с Москвы, с Питера, и начинает этим восхищаться, и вот с такими квадратными глазами уезжают, мы тогда смотрим и говорим, неужели мы здесь живем, понимаете? Зачем нам куда-то ехать? И поэтому все относятся вот к сфере туризма, вот к нам, кто в сфере туризма работает, что вокруг там один негатив. Нету негатива. У нас все гораздо лучше, чем у других. Вы увидите только это. Мы семимильными шагами движемся. Поэтому нет. Оставайтесь у нас. У нас все хорошо. Земля Верхневожья прекрасна и удивительна. А закончить мне хочется вот строчкой из... Мы всегда в походе поем эту песню туристическую, потому что уже у нас Международный день туризма, потому что мы народ бродячий, потому что нам нельзя иначе, потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен. С праздником! С праздником! Будьте здоровы, уважаемые друзья! Спасибо!